Всем привет ребятки, в этом ролике я вам покажу самый полезный крафт, по моему мнению, я вам его покажу, продемонстрирую как это делается и что вообще из себя это представляет. Поэтому надеюсь на вашу поддержку, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, я вам буду очень сильно благодарен. Ну а в начале игры вам очень сильно поможет мой промокод, вводите промокод полканов на любом сервачке до 5 уровня, за него получите 300 тысяч рублей. Вся информация есть в описании под видео. Всем желаю приятного просмотра, а тем кто кушает, приятного аппетита. Ну что ж ребята, как вы знаете, крафт добавили довольно таки давно и сегодня я вам покажу самый полезный крафт, по моему мнению. То есть я уже там много чего крафта, там кейс, аптечки, адреналины и я для себя нашел просто золотую середину, это реально самый полезный крафт, который только может быть. Ну что ж ребятки, если мы зайдем в крафт, мы можем здесь много чего интересного увидеть, это инструменты, аксессуары, одежда, расходники. И вот именно в разном я считаю то, что это самое полезное просто улучшение. Не самое там дорогое, не самое выгодное, а просто самое полезное. И почему я вам сегодня расскажу. То есть это чертеж улучшения аксессуара. В принципе для этого улучшения, чтобы вас крафтить, намного не надо. То есть вам нужна серебряный слиток, золотой слиток, бриллиант, хлопка 3, 2 нитки и 4 иголки. Если это все скупать, я так считал, получается где-то 600-700 тысяч вам нужно потратить, если вы будете это скупать у игроков. Возможно даже меньше на каждом серваке, разные цены на вот эти все предметы. Но не все так просто, как вы можете заметить, шанс успешного крафта 50%. То есть вы можете либо скрафтить, либо не скрафтить. Но вы можете эти чертежи покупать у игроков. Я скупал чертежи по 800 тысяч. Я купил себе 5 штук по 800 тысяч. В чем вообще заключается смысл этого улучшения? То есть вот у меня есть вот эти улучшения аксессуара. Если мы нажимаем информацию, здесь в принципе будет все написано. То есть при помощи этого чертежа вы можете улучшить аксессуар. Улучшать можно только рюкзаки. Я себе уже один получается рюкзак улучшил. Это Домокун. То есть если вы улучшаете вот эти аксессуары, то у вас добавляются статы. Видите, у меня одет получается рюкзак. Если я убираю его, у меня пропадают статы. То есть улучшение уровень Х5 плюс 7 статов в инвентаре. То есть я уже себе неплохо улучшил этот аксессуар. И вы скажете, почему я как бы дальше его не улучшил. То есть его можно реально улучшить еще больше. Но есть некоторые нюансы. Если предмет уже улучшен на уровень Х5 и выше, то при вдаче там улучшения он будет разрушен. То есть допустим у меня сейчас улучшен рюкзак на Х5. У меня 7 статов. Если я его буду улучшать и у меня не получится, то есть шанс улучшения тоже 50 на 50. Если у меня не получится, то у меня все улучшения просто светают. Но если вы прокачаете на Х15 этот рюкзак, ну любой рюкзак, который у вас будет, то у вас будет плюс 30 статов, понимаете? Это очень много. И каждый раз, когда вы улучшаете, вам нужно больше чертежей. То есть на Х1 нужен один чертеж, на Х2 два чертежа, на Х3 три чертежа и так далее. Я думаю, вы поняли. Я себе купил вот такой рюкзак у Ивитон. Я вам его покажу. То есть это такой черненький симпатичный рюкзачок. И я хочу его также улучшить до Х5. Конечно, сейчас у меня чертежей довольно-таки мало. Я не знаю, получится или нет. Скорее всего нет. Но хотя бы до Х3 его улучшить было бы неплохо. Получается вот, нажимаем улучшить. Шанс 50%. У меня получается есть 6 чертежей. И давайте попробуем. Нажимаем улучшить. У нас получилось плюс 2 слота. Нажимаем дальше улучшить. Опа. Так, у нас получилось. Плюс 4 слота. Это уже хорошо. Нажимаем дальше. И у нас не получилось. Все. У меня чертежи как бы закончились. Но 2 попытки были успешные. То есть у меня теперь здесь 4 слота. Надеваем данный рюкзак. Видите, все. У меня вот 4 слота дополнительных. Если я его убираю, слоты пропадают. То есть Домокун у меня улучшен на 7 слотов. А Луи Витон улучшен у меня на 4 слота. Я хочу тоже его до Х5 прокачать. Надеюсь, что у меня это получится. Нужно будет просто скупать чертежи. И теперь давайте объясню, почему это самое полезное улучшение. То есть вы скажете, что Кирюха, ебать, можно получается купить улучшение за списочки. Я не спорю, можно это сделать. То есть да, ребятки, вы можете купить улучшение просто за списочки. Вам не обязательно заниматься крафтом, улучшать себе рюкзак. Просто можете это сделать за списочки. Ну, как мы все знаем, списочки зарабатывать довольно-таки сложно. Я считаю, что лучше все-таки немножко потратить денег. Там около 20 миллионов возможно. Смотря, почему вы будете скупать эти чертежи. Смотря, как вы будете крафтом и так далее. То есть все зависит как бы от удачи. То есть да, у вас есть два пути. Либо вы покупаете себе слоты за списочки. То есть вам нужно в общем потратить там 1700 списочков. Раньше вы переводились на сервак. У вас слетали квесты, вы могли тем самым проходить квесты заново и фармить списочки. Такого уже нету, поэтому списочки можно фармить только с помощью получаются вот таких вот заданий. Ну что ж, ребятки, вот такое получилось видео. Надеюсь, вам понравилось. Реально, если так подумать, то самый полезный крафт, это получаются именно вот эти улучшения для аксессауров. Потому что скины смысла нету крафтить. Инструменты тоже, я думаю, особого смысла нету крафтить. Ну да, вы можете на них заработать. Но все равно это временно. А если вы улучшаете рюкзак, это уже навсегда, понимаете? Ну а на этом я буду с вами прощаться. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Вся информация есть в описании под видео. Поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Всех обнял, приподнял. Всем пока-пока.